...поздать по... У нас тут очень мелкие слайды, тут вот заданно за такое. На самом деле за рабство в душе мало кто, поэтому фантазия разыгралась и много всяких за аргументов было. То есть, отношение, что по природе это свойственно человеку, то есть, например, что люди просто не умеют быть свободными, поэтому они должны быть рабами. Надо обознать плохие качества и что это даст стабильность. Вот такая строгая иерархия в обществе. Вот был аргумент, что это хорошо. То есть, были какие-то аргументы объяснить эту природу, что если человек может владеть всем, то есть, если есть частная собственность, то, следовательно, он может владеть и другим человеком. А были разные варианты эффектов. То есть, если у нас есть рабыд, то они экономят время хозяину, который тот сможет потратить на развитие там творчества, искусства и так далее. А были варианты такой философственные, что вообще-то свобода это иллюзия, мы все не свободны. Ну и что тогда, давайте пусть будет рабство, будем уж честными до конца. Говорили, что насилие часто эффективно. То есть, это такой простой способ управлять. Были примеры. То есть, вот, американских неглов освободили, они поехали в Либерию. Что мы сейчас знаем о Либерии, ну, не очень-то хорошо там. И иногда такие аргументы были, ну, не полностью за рабство. То есть, может быть, когда-нибудь мы его отменим. Но на некоторых исторических этапах развития общества, ну, почему бы и нет. И даже вот приводили вот такие пирамиды египетские. Ну, вот, это результат рабства не такой плохой, пусть будет рабство. Но, на самом деле, аргументов против их, может, и меньше, но они более убедительны. То есть, все люди рождаются равными. Все равны от рождения по естественному праву. Мы понимаем, что такое свободная личность. И исторический аргумент, что историческая, вот, владельческая система, общество в целом, она не выдержала вот такой конкуренции с обществом свободных людей. И одна из причин – это неэффективность и радство. Все мы об этом знаем, что мотивация у людей меньше. И, также, был такой умеет, что человек не обязан работать. Вот, как радостного, кто-то не ядство. То есть, ну, не обязан работать и, тем более, не должен быть радовым. Спасибо. Я скоро еще этот сюжет продолжим назвать. Вот, ну, что я хотел обратить внимание. Интересно, я еще обратил меня за это. Оказывается, некоторые являются вот такими рабами по природе. Оказывается, у них есть, как бы, такие сложности, они не умеют быть свободными. Я, на самом-то деле, призываю к аргументам, так сказать, к аргументам подобного рода, может быть, и применительно к этой ситуации, к другим. И, может быть, здесь немножко более серьезно. А я вот, здесь есть Леонид Никонов. Мы несколько месяцев назад ходили там по Индии. Вот я ему продвигал, так сказать, я ему продвигал версию такого, как до фашизма. Такого кантианского фашизма, там, когда человек, целью и так далее, когда нам важно такое, как бы, процветание, там, полное развитие. Собственно говоря, в чем фокус? Равная серьезность, равное внимание, там, к достоинству, там, человеку, ну, или, там, может быть, к его потребностям, вовсе, по крайней мере, автоматически не означает равного подхода. Для того, чтобы убедиться, для того, чтобы убедиться в этом, можно вспомнить сказку, которую, в басне, «Лиса и Журавль», кто знает? Вот, поднимите просто руки, чтобы я понимал. У меня ощущение, что никому ее не нужно рассказывать. Собственно говоря, о чем, о чем рассказывается в этой басне? Оказывается, что равное уважение, равное внимание, иной раз, требует, наоборот, совершенно дифференцированного подхода. Если мы к каждому человеку относимся одинаково серьезно, хоть даже, вот, как, цели, так далее, вот, может быть, может быть, как раз так-то. Вследствие этого требуется некоторая дифференциация. Не знаю, это дифференциация, но от тирархи. Тирархи – это, как, придумка, да? Мы называем что-то там более высоким, более хорошим отношением, там, более плохим отношением, но главный фокус в том, что отношение является дифференцированным. Вот, как сказали настоящие фашисты, так, зловещие, да? К каждому своему. Но до некоторой степени это так. Вот, в любом здании, каждый был, когда в аэропорте, знаешь, в школе, в университете, каждый знает, что туалеты для мальчиков и девочек отличаются. То есть, является ли это нарушением вот этих принципов либерализма, что все рождены свободными, равными, вот это, там, равенство, там, каждому, там, это рождение. В общем-то говоря, это не очевидно. То есть, равное серьезное отношение иной раз предполагает дифференциацию, и, конечно, при некоторых дополнительных, фактических посылках. В некоторых случаях, кто-то, кто знает, кто-то может возьмется, такие люди бывали в протяжении истории человечества, которые это отстаивали, причем серьезные, выдающиеся умы, в том, что как раз из всего вот этого, из равенства, из серьезного отношения, или, может быть, даже Юра упоминал про естеств, про такой натурализм, что требует наша природа, если природа каждого отличается, как мальчики, девочки, там, отличаются, у каждого, там, свои дарования. Так как у нас у каждого до некоторой степени природа индивидуальна, вполне может быть, что нам для раскрытия этой природы требуются какие-то разные возможности, и можно себе представить государство, которому дает, вот, как раз, каждому свое, в частности, предоставляет, там, лисе одну посудину, еды журавлю другую, там, мальчикам один, туалет, девочкам другой. Вот, поэтому к этим аргументам стоит отнестись немножко более серьезно, потому что в них есть зерноисты. Кстати, добавлю, что это как раз на типичный такой фашистский подход, это не означает сразу плохой, но важно, что из таких трех ведущих идеологий, там, социализм, либерализм, фашизм, собственно говоря, социалисты и либералы сходятся на той или иной терплюдации версии на правенство, тогда как фашист подчеркивает, там, наличие корпораций, наличие некоторых, там, дифференциаций, и вот идею, что у каждого должно быть на цитане выше, доставлено что-то свое. Все, итак, спасибо, значит, сейчас, через несколько минут мы еще кое-что программство увидим. Я неслучайно оставил его на... Увей! КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ